На самом деле, если быть объективным, это фласк, где там дальше. На самом деле, доклад не классивый из классикового, там будет, конечно, приведено это все рассказано, но это больше сводился к тому, что джану фласк, каноничный фласк, это очень важно, который пропондируется в книгах, в документации, но потом, это реально шлак. То есть, я буду объективен, это реально полный шлак, причем, даже если взять книгу Мигеля, которая недавно была переведена для нашего сообщества, скажем так, на русский язык, она реально какой-то частой, полной, честно. И книга, и подходы, которые там реализуются, потому что каноничный фласк реально жуткий, объективно. И ненависть, которая пытает людей фласку, изучив документацию, она, в принципе, непонятна. Поэтому я не буду обманываться, рассказываю, что там фласку должны прямо сейчас все бросить, там, джангу, там, кто-то на чем пишет, кто-то на пирамиде, и начать фласку, заниматься фласком, это неприятно. Но тут есть интересные решения, интересные подходы, которые позволяют некоторым вещи сделать удобно, не проспили, а иногда даже быстрее сделать, чем на популярном. А ты фласк видишь, да? Чего шла? Конечно, я по пунктам расскажу, но я шла к некоторых случаях обхоги, ну, да все же бороться, надо как-то, это же боль, да? Да, ну, смотрите, сначала я хотел бы сказать, как правильно собирать фласк приложение, ну, как бороться с болезнью фласка, ну, фласка конкретно. Но потом решил, что без объяснения, что такой классный подход, как он работает, это будет просто без эмоционального. Я просто ваше время сожгу, буду постоянно дергаться, и вас будет штакаж, ну, и потом меня возле меня обидеть, я больше никогда не пригласил. Ну, и поэтому я разделил первое сделок на другой классе, и второе, недостатки фласков, методных решений. Ну, так, как-то, я не знаю, это вот, значит, картичка архитектура, ну, короче, это, вообще-то, конечно, когда я только начал изучать, я пришел, получается, во фласка, но с джанки, точнее, как у меня было джанка, потом было торнадо, потом фласк, и мне вот очень не понравилось вообще, жутко. Первое, что, ну, приходилось же использовать, но их же варианты не знал, а как делается хитро, смотрите, вам нужно, чтобы использовать ПП роут, ну, или, там, механизм, о, у меня что-то есть в короче типа, о, вот, а чтобы использовать ПП, то есть, получается, у нас есть какой-то там конфигуратор, какой-то, из которого вы импортируете вьюху, а во вьюхе должны импортировать его, чтобы этот бах обойти, ну, или неприятность такой обойти, делается стандартный такой хак, назовем его, не знаю, как правильно назвать, коспиль, делаем, импортируем вью из вью, а вью импортируем пакет в целом, ну, то есть, это классика такая, фласк, причем, там, декоментация официальная, все, да, это нормально, да, вы это должны делать, ну, блин, это, это овер реально, то есть, а потом этот импорт начинается, если мы еще, в конце, дай бог, у нас есть такая вещь, фласк, эл, щели, да, а там еще нужно модели так импортировать, и получается, вот так-то все разрастается жутко, и на каких-то моих сервисах вообще уже говорить нельзя, то есть, на самом деле, это больно. У меня есть один такой проект очень большой, именно на такой артуре построенный, я, когда его открываю, у меня еще наступление, я его закрываю и пишу клиенту, что пока выполнить не могу, потому что, ну, потому что просто не могу, потому что это шик, да, мне уже плохо, то есть, видите, неудобно, то есть, получается, еще раз, смотрите, то есть, у нас получается взаимный импорт, то есть, нам нужно, в ЭНИТе нам нужно, а, через ЭНИТ еще все делается, то есть, там еще вообще красиво документация, то есть, там у вас какой-то ЭНИТ модуль, в котором вы конфигурируете приложение, там, ну, никакого, вот, то есть, в ЭНИТе у вас весь конфигуратор происходит, и, во-вторых, у вас, в ЭВЮЗах, в ЭВЮЗах вам нужен тоже этот вот АПП, это приложение основное, и вы прям импортируете целый, целый пакет из его, чтобы обойти взаимный импорт, чтобы не было никаких проблем. А теперь это класс, я потом про него сейчас поподробнее расскажу. В классе подход, смотрите, очень просто, тут нет никакого взаимного импорта вообще, вы просто берете, у вас есть отдельный mainline, где вы конфигурируете свое приложение, отдельный у вас project и там вьюзы, и вы просто их вьюзы на уровне класса импортируете и регистрируете, все. Что такое классе? Сейчас поясню, это подход такой. Давайте, давайте, маленькая ремарка. Реально, те, кто занимается вебом, ну, сталкивались, знаете, или, может быть, слышали, существует специально три подхода к созданию уроков. Это подход к классическому RRU, причем, я не могу промолчать, жанр реализуют самым хреновым образом. Второй подход, это классный подход, он менее популярен, но он имеет право на жизнь, я покажу почему, и ему, надеюсь, понравится. И третий, ну, так его назвал автор, я не знаю, мой спросил. Вы хотите, дам его мейл, напишите, я бы не пару раз переписывал, но такой вопрос меня не интересовало, если честно. Наверное, чтобы не было класса BaseView и не было какого-то разрыва шаблонов, где-то наш Junker пришел, да? И третий подход, это Travers, самый навороченный подход, честно говоря, но он иногда не работает. Используется он в пирамиде и в зооке. Классическая пирамида, причем еще мой товарищ Саша Залезняк, он как раз написал, да, извините, да, Тим Кайо написал модуль для Travers, сейчас выглядело, что-то истерика, но я для Айо написал модуль Travers. То есть, в принципе, кому надо, то есть, я хотел в этот доклад вбелить, но, на самом деле, по единственным причинам я не успел. То есть, очень удобно, все красиво, у вас отдельные два файла, они сразу не как друг с другом будут. Нет такого взаимно-дебильного импорта, все красиво. Теперь, что же такое Classic? Смотрите, эта штука работает. Classic фактически, это кайф. На самом деле, это хитрый такой враппер, который, на самом деле, внизу себе делает обычные дуры уроны. То есть, он ничего такого не делает волшебного. Посмотрите, у нас есть какой-то View, да? Есть зарегистрированные имена, индекс это, понятно, просто слэш, да? Есть get, есть какие имена, пост, put, ну понятно, патч, формально, вы можете строить на нем, даже деваться. А как это работает? Это достаточно просто, смотрите. Как это будет? Так, да? Я не хочу. Да? А, тут еще должны были эффекты быть. Класс. Извиняюсь. Ладно, буду показывать. Эффектов нет, поэтому... Смысл следующий. Смотрите. То есть, классик считывает название класса до View и начинает на основе него строить Road. То есть, получается, в нашем случае, если у нас Base, то оно перейдет в индекс. Он сейчас загорелит в красном, должно замигать. Да. Есть вариант, сейчас можем попробовать сейчас перезапустить на более старом OpenOffice. Скорее всего, может быть, это все заработает. Ну, минутку. Или буду показывать. Показывать. Показывать, да? То есть, скажешь. Ну, в принципе, у него многое очень классно. Потому что он должен эффект проклацывать и... Да. Плюс крутание. Вот. Если, смотрите, у нас, если у нас есть после него что-то там идет, то он его просто сбрасывает в get и аргументы разбирает, естественно. Причем это все делается наативно, очень удобно. Если у вас там пять аргументов, он их аккуратно пять раз берет. Ну, я считаю, сейчас покажу некоторые нюансы. То есть, в принципе, это достаточно удобно. То есть, все вроде понятно. Это все идеи. О! Эффект закончился. Смотрите. Дальше. А теперь смотрите. Кроме того, понятно, что у вас робот не может быть только get, там, post и так далее. Ну, подобное. Может быть, ну, неудобно. Можно написать же так же юзерный с вами робот. То есть, можно прям юзерметод. Тогда будет base. Дальше вниз спускается юзерметод. Это он перейдет в юзерметод. Если вы хотите, чтобы еще было этот, то можно еще... Еще есть такой механизм робот. Он, кстати, стандартный для Flask. Ну, и мне, кстати, очень нравится. Некоторые люди на него грешат. Мы обсудим. Это тоже минус. Потому что у нас можно указывать на специальный аргумент. И он их передает, явно проверяет даже их несоответственно. И потом их дальше не спускает. В нашем случае, это должно подсвечиваться. В нашем случае, если у нас второй случай, вызовется сначала base, естественно, view. Потом вызовется, после base, view, вызовется parameters. И потом вызовется... Потом pass, pass, свалится сразу pass first. А 12 свалится in second. Естественно, он все это проверит красиво. То есть очень удобно. Если народ упаривается, говорит, это не работает, потому что я ставлю три пасса, а он не разбирает. Как определить вообще? Где начало пасса, где конец пасса? Там нужно два элемента. Там три, там один. То есть, ну, это получается... А теперь пошли сфанализацией. Раз, два, три, четыре. Ого! Суффекта софель много, видимо, да? Это в сходе очень много было эффектов. Теперь смотрите, чем мне еще нравится в общей классе, ну, и flask, чем мне нравится? Потому что это очень красивый механизм реализации пре-функции и пост-функции выполнения перед запросом. Причем, насколько это красиво все сделано, допустим, например, простой... Как сказать? Ну, допустим... Давайте так откровительно, допустим. Джанки там, это middle one. Честно. Ну, кому-то нравится вообще? Джанки. Не, middle one. Джанки. Ну, мне не нравится то, что он глобальный. Ну, мне вообще он не нравится. Сама идея такая. Она какая-то шутка. Идея хорошая. То есть, если там будет по контексту, когда мы забыли middle one каким-то группам вьюшек делать, было бы вообще идеально. Пожалуйста, контексты делайте. Да. Придорозные. Да. То, что здесь сделано хорошо, middle one. Да, это еще интереснее сделано. Смотрите. Как работать? Теперь, потому что мигать, извините, но будем, короче, рассказывать пальцами. Вот. В данном случае здесь происходит следующий нюанс. Смотрите, ребята. Здесь вы можете построить целый такой механизм обработки. Причем механизм будет обрабатывать конкретные вьюги. Ну, допустим, как это будет отрабатывать? Смотрите. Если у меня есть, допустим, такой там... Ну, пусть будет на вьюх падать информацию. Ну, если вы просто удалось одну, какая-то информация падает на вьюх. Как происходит? Сначала отрабатывает такой псевдобобальный before request. Он будет работать абсолютно для всех классов. То есть все классы, которые у вас есть, он для них для всех отработает в этом модуле. Дальше следующее пойдет на base view, естественно. Потом проработает декоратор. Смотрите, как декораторы удобно сделаны. То есть вы просто перечисляетесь за биту и декораторы, которые вам нужны, и перед каждой вьюхой они по очереди отработают. Вы поняли? То есть просто вот декоратор. Да. Это классовая штука. А, это классик. Это классик. Это обертка классовая. Да. То есть это модуль есть, да? Да. Модуль есть, хотя мы его дорабатываем очень серьезно. Но я покажу дедом дальше. Там вообще компенсация там. С учевидом, там спеть человека. Я не знаю, что этот человек написал, правильно? Потому что было бы на простые какие-то решения. Смотрите дальше. И дальше. То есть декораторы цепляются ко всеми методами? Ко всеми методами. Нет, кроме before. Теперь смотрите, как хитро делает. Дальше before request это будет выполняться перед всеми вьюхами, которые находятся в этом классе. Что-то очень приятно. До декоратора. А? До декоратора или после? Да, да. После декоратора. То есть декоратор ты думаешь, что сейчас его кидают? Типа логин, реклари, ну и тому подобное. Понятно, да? Нет, мы там очень хитрые декоратори использовали. Почему просто не декорировать? Потому что, если у тебя вьюх пять штук, тебе приказывают вьюх, и будет First Decorator, Second Decorator. First Decorator, Second Decorator. First Decorator, Second Decorator. First Decorator, Second Decorator. Ну даже дурак. Так там же лень. Фактическая программистская лень. Зачем пять вьюх иметь в одном опыте? Ну, есть такое, например, логирование. Войди, выйди, там, еще, может быть, операцию угонить. Может быть, ревьюхи. Ну, декорирую каждый по-три, по-три мёдекораторами, если заняться нечем. Говорю, мне лень, реально. Тупо лень. Я не могу врать это. Судя, получается, Mass. BaseView может содержать DevView, DevGet, DevPost, или вообще как-то. Ну да, может, вполне. Ну, так нет, не делайте. Если вы хотите RedFood, делайте что-то, патч там, если вам надо, там, дилей. Если вы хотите там какую-то именно кастомную писать, которая вам нужна. То есть. То есть, на самом деле, здесь нет механизма, который запрет вам написать, выстрелить себе вновь. Их здесь нет. Ну, формально. Их и вы здесь не можете. Дальше, давайте расскажу. Дальше, смотрите, как интересно. BeforeView выполняется. Так оно хитро. Оно берет before, название вьюхи, и выполняет перед ним. То есть, вы еще можете надежду вьюху before свой повесить. Поняли? Единственное, потом есть AfterView, который выполняется после этой вьюхи. Потом что? AfterRequest, который выполняется после всех вьюх. Дальше. AfterRequest, который выполняется после всех абсолютно. Ну, вы поняли? Классик, который есть всегда-всегда-навсегда, да? И последнее. Тередакт БКонтекст. Это размонтирование контекста. Потому что мы же понимаем, что классик. Можно сразу вопрос? То есть, вот эти все before, они будут по именам искать вьюшку? Ну, нет. Это before контекст. Конкретно есть. То есть, это вьюх переменная штука, в зависимости от этих разных функций. Да. То есть, вы можете before там написать, я не знаю, там, слон, да, там, Elephant, да. И он будет искать вью Elephant. Именно конкретно перед Elephant. Хотя это проблема, на самом деле. Я вам покажу, почему. Не, ну, мы какому ее решаем. На самом деле, тут все очень честные, да. Ой, извините. Так. Ну, теперь давайте преимущество. Конечно, у этого подхода есть преимущество. Очень красиво должно быть. Первое. У вас есть еще один уровень абстракции для более крупных написанных приложений. Дальше. Органированная схожая операция в одном билетских классах. То есть, у вас удобно. То есть, у вас получается класс, отвечает за какой-то там, кусок обработки данных, или за какое-то решение, за какой-то там сервис, может отвечать. Упрощение поиска особой, что под ней название класса частями URL. Короче, что я скажу. Самый большой плюс, когда я увидел классик, сразу меня зацепило, я начал дальше его развивать. Это только секрет. Смотрите. Мне раздражает джанр, для одной вещи. Не могу оцепиться. Короче, это Трэсбэк. Джанрский. Это слово, честно. Обкровенное слово. Это неудобно, это некрасиво. Я, на самом деле, скажу вам честно, я когда использую классик, я вообще не смотрю Трэсбэк. Вы поверите мне? Вообще не. Потому что, первое, оно мне показывает, я уже по URL, я понимаю, где у меня что отвалилось. То есть, у меня там классик идет, вы поняли? Ну там вот с тем, blueprint, потом идет, я вам расскажу. Классик идет, потом идет метод. Мало того, я на before, раскладываю логику на выполнение перед обработкой и после. Сейчас я там из данных получаю, из базы. Смотрите, как удобно. То есть, у меня отвалилась база, я просто смотрю в югу, нужно, смотрю ее before, и еще там исправляю. То есть, у меня реально поиск ошибок, я даже не читаю Трэсбэк, мы просто можем понять, это база упала, либо вьюха не отработала. Все, меня не волнует больше ничего. То есть, на самом деле, поиск ошибок занимает секунды, ребят, честно. То есть, в бифо, вся логика там по выборке какой-то там? Ну, так, так, все так, мы как мы. А вьюха это получается просто рендеринг? Не только, нет. Нет, там не логика, там получение данных каких-то, а вьюхе может это обработка, да. Вот. Поиск, это хоть самый большой бонус, в честном классе. Я не знаю, я не знаю альтернативы. Это же Травоса, не на какой-то сторонке, с этим механизмом. Дальше. Классы при подключении, то есть, вы можете подключать и переконфигурировать, то есть, можете методы выбивать, вообще все что угодно делать. Это абсолютно реально живой объект, живой класс, реально, с методами там, с сотреблением, то есть, вы можете ломать его, как хотите, пока он здесь, как-то любит, узнать по взрослому. Ну, и такой бред после работы, потому что мы сказали, бифос у меня автора. Теперь дальше, нужно дальше сказать. Упрощенная система декорирования, мы бы увидели хорошая, да. Нужно наследоваться, естественно, ну что же, наследование по взрослому, можно описать уже абстрактные, естественно, классы, которые там гарантировать должны что-то. Строено продаж на сцене REST-инфорфейсов, с отсутствием ограничений на SPA, в классе дружат со всем. То есть, вы можете написать часть функций классическим способом. как хотите, или было pre-improve, да. Можете часть взять в класс BaseView, который у нас в Flask вообще жутко реализован, очень жутко, но не в оценик, да. И, то есть, они все дружат, у меня есть проект, который там вообще все смешанно, там один человек одно писал, другое, это все лень вылизывать, потому что клиент уже деньг заплатил, как-то уже проект закрылся, а, ну, вы поняли, да, то есть, ну, работает нормально. Жидать деньги. Кого? Клиент? Кроме того, все в кучу. А там, на самом деле, там столько сильно поменялись требования, что, ну, на самом деле, я благодарен, что человек и так сделал. Там клиент был совсем упорот, мы с ним больше не работали. А, там вот такой зашкварил, просто. Разделение логики, учение данных. А, то есть, это, потом дальше, покажу, это очень удобная штука, то есть, вы реально можете трехслойный пирог скрывать, всем классическим, всеми людьми. Теперь давайте посмотрим, как недостатки. Ну, мы же честны с вами, да? Первое, короче, смотрите, ну, назвал неразделенная любовь, ну ладно, мы следующим, смотрите, представьте, что у нас есть вьюха, которая требует user, допустим, и вторая требует user, две вьюхи разные. Как мне быть? А никак. То есть, мне нужно писать before first, это вьюха у нас называется, помните, что у нас тут дюбли есть? И before second, и дублировать код. То есть, drive, получается, мы ломаем drive. Ну, да? То есть, неприятности. Получается неприятности у нас. Некрасиво. Когда у нас, вы поняли, для нас вьюхи нужны данные из базы, для одной вьюхи и для второй одинаковые. А ты просто хотел? А я покажу сейчас дальше. Будет решать же проблемы, только их встанет, да? Первое решение. Смотрите. Есть у нас такой классный before request, да? Который мы можем и в метод ля-ля-ля-ля, мы можем какие-то данные получить. Да? Другой на лице на стол. Ну, вот так вот я... Вот за такое я убиваю. Да, готов. Да, на самом деле, потом... Разделяю логику от... Ну, я же говорю, это плохо. Я не сказал, что хорошо. Это решение. Это плохое решение, но оно и есть. Почему это решение плохое? Объясняю. Потому что потом... В том вся логика получения данных тупо сваливается before request, это что-то такая лапша. Я реально, у меня есть приложение... У меня его даже когда-то... Я его даже не увидел здесь, но я его сохранил что-то для памяти. Там мне добыло 300 срок вот такой вот части. 300. If, if, это, and, это, и понеслась. А во вьюхи просто, как товарищ сказал, что у нас там? Брендер темплей, да? Брендер темплей, да? Брендер темплей, да? Брендер часов, да? Сильно. Ну, то есть это не решение, это неудобно, это коряпо, это жутко, ну и есть такое. Наверное, народ так делает. Второе, это... В классе есть одна классная штука. Статик метод позволяет скрывать вам вьюху от раутирования. Вы поняли? То есть, если я напишу getUser, оно никогда не будет думать, что это у нас url getUser. Поняли? Если я его закрою статик методом. То есть, если бы я убрал статик метод, оно бы думало, что это вьюха, да? GetUser это getVue, который хочет получить email какой-то. Ну тут селф нужно поставить, естественно. Если вы ставите статик метод, оно позволяет его скрывать. Ну и можно его внутри вызвать. Его вызывать, как его свободно. Тоже не очень удобно, потому что если у вас, вы все же пользуетесь, да? Кто чем пользует? PyCharm? Кто чем пользует? И кто не пользует PyCharm? Ну или каким-то, да? Там есть такое понятие, как сворачивание, и вы что-то знаете, что внутри происходит. Это не очень удобно, нужно развернуть. А иногда бывает, у нас было приложение такое, мы такой раньше подход использовали, у нас очень много было проблем в связи с тем, что одна вызывала другую, а та еще вызывала две следующие, и такая вот получалась цепочка вызова очень-очень дебильная, и ее править было очень сложно. То есть, в принципе, решение, мы где-то еще дальше ушли, я потом скажу. То есть, это решение есть такое, ну, короче, тоже не очень удобное. А, то есть, любой метод, который я пишу, без static метода в этом классе view, то есть, он будет Он начинается роутером, да. Кроме того, который начинается на before или after. А если с подчеркивания начнешь? Тоже. А, напишите, я классе уже раз восемь, там вообще классе, там реально на 200 строк кода, я вот перебидоливаю, а сам не с подчеркиванием это 0. А у меня один ученик тоже заявил, что он не хочет заниматься static методом, потому что ну вот так, очень для этого надо, и мы сделали так, что с подчеркиванием, ребята реально не считаем. Честно. На самом деле, когда классе раскрываешь, я могу проект запустить, когда классе раскрываешь, ты сразу видишь, что за кем и как вызывается. Вот и просто, оно же свернутое, вы поняли, только функции видите, и вы понимаете, что за кем вызывается и как. Я же говорю, поиск ошибки секунда. Если же делать с подчеркиванием, ты реально начинаешь пугаться через время. То есть, это неудобно. Мало того, что дикметик он красиво еще в всяких там, в EDLE, он еще подчеркивается красиво, там красненький, синий, он алексовыделяется, все как дал предыдущий докладчик, все по феншую, все правильно и красиво. Следующий нюанс. Смотрите, я взял из-под полы его. Вопрос вот такой. У нас есть before, у нас есть first. Как получить в first то, что before получили? Нет никакого механизма. Ну, понятно, before это отдельно. На самом деле, чтобы вы понимали before, это вот такая, они называют ее, господи, типа функция, которая передана рабочим, она независима. Единственное, что before, очень хорошо еще, она может если вы return сделать, она завернет сразу, то есть она не будет дальше передавать, ну, в себе в итоге, я теперь завернусь. Как передавать? Как передавать? Через SEAL? Тут есть два варианта, через SEAL тоже нельзя. Через SEAL, ага, пришает сам правильно. Варианты здесь два. Вариант первый, мы его используем, кстати, потом варианты поменчат, насчет камня в меня лететь, а потом клоняться, если что. богатые опыты. О-о-о-о-о-о! Да, 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 да. Это класс, это нормально, глобальный. Не-не-не, это не глобальный, не надо только, пожалуйста, перекручивать. Это, кстати, для LOCAL, она для этого и была предназначена. Вот я не люблю, Геннадач, знаете, напеременчат. Я на нее потом расскажу, что это проблема на самом деле. А это мы делаем. Мы делаем дебидаты, и потом в нее запихиваем все. А потом первой строчкой вынимаем. На самом деле, решает 90% проблем. Было такое решение. Пришел тоже товарищ, в проект, вы что, пароли что ли? Ну это же дебидаты, это же грядочные, да вы что, это же global там, это же вообще. Я перепилил полностью в классе, что у вас вот здесь email, первая дата еще передавалась, запятая email. То есть сам before first пробрасывал в first аргументом дата, то что он вытягивал. Ну вы поняли, явно пробрасывал. То есть там не просто как префикс работал, а именно пробрасывал полноценно. В итоге потом это разрослось, и сам человек, который это предложил, потом просто отказался и мы обратно это все вернули. Ну то есть можно уйти от G to G вообще никаких проблем. На самом деле, скажем, у меня даже один проект, здесь у нас вроде я делал проект такой среднего размера, там вообще ни одного G нет. Вообще. То есть народ вроде спокойно чувствует себя, спит нормально. ну, не знаю. Ну второй вариант, вы можете, у вас же есть глобальный реквест, Я знаю, я понял. Ну вот видите, в реквест запихните. Ну не глобальный опять же, неправильно я говорю глобальный, это raised safety local object. То есть это не глобальный. Это для трэдов созданный, флажа это же трэдовая система, поэтому... Ну, хотя есть третье решение, я же говорю, но просто мы его не спорим, потому что оно неудобное. Ну и третье, короче, внутреннее противоречие. Тут я способ назвал из-под полы, это внутреннее противоречие. Вот здесь мы нашли решение, вот столько уже там, столько было предложений, но какое-то не прижилось. Представим себе картину, чаще всего мы распиливаем благодаря бифорам, мы распиливаем логику на выполнение получения данных из базы данных, и уже потом выполнение каких-то операций с этими данными, допустим, там, валютация, как угодно. А держим себе картину, что у меня данные из базы данных нельзя получить, пока что-нибудь я не проверил. Ну, без нафига форму получать из базы данных будет пользователя, если мы не провалитировали форму до входа, лохин, лохаут, ну, и лохин, прошу прощения. Не логично. Бред. Никогда про него не решается, то есть, только вот такой вариант антикмента, потом вызываем. Остается, если распиливать, например, на бифор, где не надо, проблемы нету? Нет. Удобно, потому что у нас очень красивые, компактные все вьюшки и бифорчик очень красивые. А вот мне очень удобно логику искать. Я не буду искать в First никогда проблемы с базами. В жизни. Смешно отвалилось, там нет пользы, там нет вана, там нет вана, там нет данных, там нет данных, там нет вот этого. Я просто открываю объект, нахожу URL. Так не вся логика. Вытащить объект из базы данных это тоже некоторого рода логика. Так никто не говорит, смотрите, опять же, давайте так, классический подход трехслойного пирога. Логика есть база данных, логика доступа к базе данных, есть логика выполнения и view есть. То, что мы отображаем. Но это классический способ, у вас четкая база данных. Потому что вы тоже в логику приходите доступ к базе данных, но это тоже нехорошо. в большом случае. Ну если мы берем МТВ систему, чьи исполнения это же тоже не очень удобно. Поэтому на самом деле же... А это часть логики? Как классический? Нельзя, понимаете? Выбирайте, как хотите, пишите... А что есть условия, которые я посчитаю, мне нужно сделать, подключить все вещи? Это проблема, такой подход проблемный. Идеально не бывает ничего. Ничего, костылями. Просто вызывайте через селфи. и все. Ну что как сложно? Мы говорим, здесь бы получили бы доступ или через before бы вызвали бы. Ну, сейчас, вот так вызвали бы. По большим насчетам. Не, ну конечно, не страшиво было бы здесь бы такой еще простыня. Было бы несколько получения данных. Не знаю. А я писал, что не решение, кстати, мы так делаем, это не решение. На самом деле, в котором, честно, такое возникает крайне редко. Если взять какой-то средний размер проект, на который сейчас в классе ну, фласка рассчитан, то, ну, таких вот ситуаций бывает, ну там, не знаю, может 5 евро. Ну, то есть это не проблема, на самом деле. Может, какие-то супер большие проекты. Чисто, ну, теперь понеслась. По просьбе товарища, наверное, заранее читала его мысли. Ну, первое, короче, недостатки конфигурирования. То есть, фактически фласка стал урод вообще. Это урод жуткий. В чем-то он писал, а, армиюк он писал, да? Видно, он был под чем-то. То есть, в данном случае, это не первое, что имеем чудо, это не АПП. То есть, у нас он не гугл дегитируется, явно процента камеры нету. Дальше, контейнер происходит в Винитпай, который для этого вообще не нужен. То есть, приложение в ВЭП, конфигура в Винитпай. Дальше, символозаимный импорт, который я говорил, пакетом разруливаем, и конфигурирование процесса импорта. Я точно знаю, сейчас, если я когда начинал только на фласке, у меня было сомнение, что конфигурирование на процессе импорта это хорошо, то есть, наверное, 200 продаж это полный ад. Так делать нельзя. Ну, нельзя вообще. Нельзя в приложении конфигурирование на процессе импорта. Что-то не можешь там внести в отдельный бунт свой, который тебе раб будет возвращать. Ну, так все равно, тебе раб нужно иметь во вьюге потом. Нет. Я сам рад, я это расскажу. Это классический подход, который жуткий. А где документация, так и написано, кстати. Сейчас будет дальше бубринт. Будет, все по чек нам будет. Ну, то есть, первое решение, классическое, это вообще взять тупо идунный root, забить на app.root, вообще болт. Документацию вычеркиваем, сжигаем такой способ документации ритуальной, танцуем из-за него под пиво. Используем просто дворелру. Все классно, но эта потом штука так разрастается жутко, ребят, честно. Она потом превращается хуже, чем этот дворел с байпом в джанке. То есть, это, это app. Честно, это app. Потом она исправляет, а потом она начинает на отдельные файлы, там и дружно импорт делать. Ну, короче, это же, же полнейшее. То есть, ну, в принципе, можно, это какой-то совсем маленький проект, там блог написали, для подруги, которая фотографирует, ну, не знаю, как котят. Ну, вариант, можно с той же не париться. А, blueprint. Вот, спасибо, что подсказали. Да, есть blueprint. Плюс, хорошая, удобная штука. Вы можете создать blueprint, потом просто его импортировать и просто его зарегистрировать. Супер классно. Минус первый. Потому что внутри у вас эти вот все функции, они захардены blueprintом. Вы не можете эту функцию переподключить к другому blueprint. Не, можно, там есть кострелек, давайте так честно. Но вы не имеете, вы не будете к ним доступны. То есть, вы не можете их переиспользовать и так. То есть, это неприятность. У вас очень часто бывают проекты, которые, из последних проектов я писал систему, которая, у человека много интернет-магазинов, кто-то писал типа агрегатора системы. То есть, чтобы не было разных админок, там она все через одну систему писалась. Которая экономичная, у них все одинаково. Добавить товар, удалить там. Ну, вы поняли, да? Это очень удобно. И если бы я вот так вот долбался, я бы, наверное, с ума сошел. А зачем тебе перевязать эту функцию, если она уже как роут? Зачем тебе два поинта с одним роутом? Ну, потому что у тебя разные приложения, может, по-разному быть, а может, это метод неопределенный. Дело в том, что лишайся, а оно теперь определение получит. Да. То есть, ты делаешь один блюд в разных приложениях использовать? Нет. Я хочу функции, которые записаны за хардкоридным глуп рейти, а хочу использовать для разных глуп рейти. Переподключать. Ну вот. Вот это позволяет делать классик. Смотрите, на самом деле, самый идеальный вариант, в моем понимании, в моем данном опыте, потому что она работает на классике. Это использовать в классе плюс глуп рейт. Мы никуда не идем на глуп рейт. Зачем здесь плюс? Я могу... Ну, единственное, что минус, появляет дополнительная прослойка в виде роута. Она очень удобная. У нас даже была такая ситуация, мы там когда сервис распилили, нам оказалось, что там одна на другой базе данных. Мы там вообще совсем писали полный доступ. Ну, то есть, у нас вообще независимые приложения как сервисы получились. Знаете, как это удобно? То есть, у вас есть глупринт. Вы создаете блупринт в роуте. Потом дальше вы из... Ой, два раза. Это вью, извините, ребят. Вью. В роуте создаете блупринт. Из вью вы вынимаете нужный вам классик. Вы поняли? Не подключаете блупринту. А уже в АВП, в мейн, вы что делаете? Подключаете блупринт. То есть, формально у вас блупринт, какая-то прослойка получается, которая вы как, не знаю, как в детстве, знаете, там гиппайпе, игрушки там, и накидываете туда нужную вам игрушку, чтобы потом другое поднимать. То есть, в данном случае здесь получается такая же аналогия. То есть, у вас блупринт, как контейнер. Вот вы накидали то, что вам нужно, причем в эти классы можете перенакидывать. У нас есть такая ситуация, у нас там есть абстрактные классы, жирные очень. Вы просто вытягиваете нужный момент, а вы переподключаете. То есть, вы можете 5-разные прочие. Можете эти классы переконфигурировать там. Ну, это живой объект. Ну, то есть, ну, реально, ну, как еще сказать, я не знаю. Это очень удобно, красиво получается. Я, представьте, не был в кейсе, когда надо оттуда уже вьюшку к 2-м разным брюклинтам. Легко. Я же вам пример привел вам. Конкретно, допустим, товары. Это подруга немножко реализована логика. Хотя одинаково уже там товар, но там половина методов одинаковая, половина отличается. Дальше ваши предложения. Они отличаются. Ну, так что? Взяли, наследовали, переназвали и переподключили. Все. То есть, это, ну, я не знаю, как. На самом деле, очень часто. Просто возможно, какой-то проект линейный получается. Все равно имеется в виду там какой-то один, один апп, ну, аналоговый выполнение. Конечно, в этом смысла нет. Только усложним, что у вас появится файл, роут, пайп, конфигурирование, и так далее. Это ощущается больно. Если же у вас такого нету необходимого, если у вас есть реальный сервис или эту систему построить, то в этом случае вам деваться некуда, будет использовать либо блупринт в честном виде, а если вам эти вьюги, которые находятся в блупринте, нужны еще для других блупринтов переподключения, вы не поеденец, что вам придется делать усложник в классе. Ну, не, ну, может это еще можно? Не, может там сзади хитро обойти это, вынимается блупринт, из него через диры можно получить доступ к тем вьюгам, которые у него есть, их переподключить через где-то трибуф. Ну, можно, короче, можно, но это жутко. 15 круг говна получается такого, что читать не хочется, честно скажу. А теперь давайте недостаток. Это мы конфигурировали недостаток с жутким взаимобменом при создании аппп, мы обошли более-менее. Теперь личный синтаксис. Прочитал на блоге у Андрея, очень высоко уважаемого человека, Андрея Секлова. Товарищ мог говорить, что так и так, мол, типа, плохо. Потому что бессмысленно основание достаточно данных, и по ним еще иметь данные для RFS сэшн и клик, и возможность усложнения чтения кода за счет западения пути. Очень часто народ, когда начинает писать, упарывается. Что делает? Допустим, здесь пишут упс. В этом случае может быть проблема. Почему? Потому что вы будете искать упс, правильно? Условно. А на самом деле она раутирует. У вас весь кайф от того, что вы можете быстро найти ошибку, сразу теряется, желательно называть одинаково. Если я раутирую, желательно называть одинаково, чаще всего. Правильно. Ну, тут я не могу говорить, только комментарии. Удобно, потому что я сразу визуально вижу, какие должны мне данные прийти. Это удобно, это упрощает, и быстрее становится работать. То есть я вижу, что происходит. Дальше. Ну, зачастую, нам говорят, нам нужен реквест, нам нужен сэшн. Мест приложения, я после этого комментария, Андрей, решил напрячься и пролистать все приложение, поискать, где же я реквест нам использую. В одном месте. И в одном месте сэшн мне была нужна. Два места. То есть, на самом деле, это не проблема. Зачастую, почему это? Потому что реквест нужна функция неявная. То есть, всю работу на себя берут в числе декоратора. Именно идеология Flask предполагает, что у вас есть декораторы, которые выполнят работу. Там, Flask Lawogy, ну, для примера, посмотрите, поймал, который вспотел и вставил. Единственное, что, ну, даже вот форма, мы даже, Flask как раньше была, в бета-формс. Формс там дальше, потом, допустим, передает им какой-то форм. Здесь даже, там, реквест форм передает. Здесь даже просто уже есть такой метод валидейтодсубмит, он за вас все делает. Ну, как в реквесте, я же говорю, я просто открыл приложение, нажал Ctrl-Layup, ну, в чаре, найти по всему приложению. Реквест, я нашел его. Один раз реквест, и говорю, один раз сэшн. Вот самая, самая, самая неприятность началась. Объект G. Да, это больно, на самом деле. У нас даже, после конференции в Киеве, у нас уже возникла идея, там, с изрубкой ребят, пока у всех там, дедлайны. Вообще, сделать Flask вообще без G. Просто сесть и сделать без G. Просто, чтобы у людей не было кондитивного диссонанса. Чем плохо G? Ну, во-первых, он выглядит глобально, для себя похоже. Хотя, это не глобальный, еще раз, внимание, объект. Это наговор на G. Ну, вот, злой наговор. Ну, и все знают, что глобальный объект это зло. То есть, это не надо комментировать. Хотя, я даже, на самом деле, недавно какой-то код залез, серьезный, уважаемый, там тоже было написано. А! Волхимию! Глобал! Я такой, о-о-о-о! Так что, в принципе, зло иногда используется. Не всегда понятно, в каком месте... А! Ну, делал там, декларативку пытался перебросить, там декларативка, там везде через лоб он идет. Не всегда понятно, в каком месте объект был изменен, и почему он остался всеми таким. То есть, очень часто, народ с перепула, с перепула очень часто, когда видят объект G, получают куда-то эстетическое супер удовлетворение, начинают его везде лепить. Я видел даже жуткие такие проекты, где он даже... То есть, человек в шаблоны ничего не передавал. Он просто G писал, а в шаблоны G потом вынимал. То есть, это все очень жутко было, потому что у него процесс, где там G, это бывало поменяться в before, а он там вынимал, она другая, у него истерика была. То есть, это жутко, конечно. Поэтому G это неудобная тема. Нужно прокомментировать, а не умолчать. Ну, короче, первая задача это ограничить его использование. То есть, не надо каких-то волшебных вещей, не надо вообще его получить. У нас правило первое. Мы никогда не используем шаблоны. У нас есть шаблоны. Если у вас есть проекты с шаблонами, как еще дедушки писали, дедушки, наши бабушки, по взрослому рендерили шаблон, то если там нет реактора, то в нашем случае мы не используем шаблоны. Дальше. Покупать данные предложения не надо делать, а налог с перепугу начинает платить G. G клиент, G что-то еще, G, там дата, G, 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 G. Потом у меня, получается, сваливается целое счастье там уже потом проб. Ну, не использую шаблоны, я извиняюсь, повторюсь, да? Использую шаблоны только для сервиса, где начинаем. На самом деле, это G, тебе деби дата. Ты единственный G, который у меня есть, наверное, на все мое приложение. На самом деле. Формально не читайте, его не читайте. Ну да, на самом деле только в одном месте мы вас используем. Ну и последнее. На самом деле классик, нам очень понравился, но есть минусы. Минус первый. Понял, что нам придется статиком метод декорировать некоторые вещи. Помните, я говорил. В двух функциях нужны одинаковые данные какие-то. Ну, в двух фьюхах, давайте так. Двух методов. Чтобы быть честным. Короче, мы переработали. Я не знал, кого назвать. Я называл его просто everflaskview. Ну, то есть, блин. Назвал, так и назвал. Теперь смотрите, что мы сделали. Мы сделали поинтересные два декоратора before. Просто before. Что эти декораторы делают? Вы приведете функции, которые должны выполняться перед этой фьюхой. Все. Эти функции вы просто статиком методом декорируете и все. То есть, вы можете, смотрите, у вас есть getFieldData, вы можете его здесь указать getFieldData и здесь getFieldData, вы поняли? То есть, грубо говоря, у вас статик методы, которые перед фьюхой, ну, в смысле, вы поняли, перед фьюхами, вы просто из них пишите в них доступы к базе, а потом просто собираете их как домино для какой-то этой фьюхи. То есть, здесь нужно эти и эти данные, здесь нужно это и это данные, там нужно то, там. И они могут пересекаться. И это никакое дублирование кода. Вы получаете честные, правильные данные. Это как бы очень удобно. Во-вторых, мы исправили там баг был на 3.5, ну, 3.4 и 3.5 был баг, связанный с тем, что он статик методы не обходил тоже, он там их, он тоже пытался заурорутировать с перепуга. Что мы еще сделали? Можно наследование, проблема исследования еще в том заключалась, что 3.5 методы, они же не наследуются явно. Ну, все, пусть я там не буду. Вам нужно писать здесь, что писать? mixinView. getUser, если бы не было такой возможности. Мы сделали так, что он уже помро находит нужный там метод и его сам вызывают. Ну, то есть, просто в кавычках указываете и все. Ну, то есть, вот такая вот. Ну, и кроме Bifo есть, естественно, такой же автор, который тоже самое. Что еще забыл сказать, интересно, ребят. Сейчас, 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 сейчас. А вот еще, в чем удобно еще Bifo рассказать интересную вещь. Смотрите, Bifo абсолютно зеркально отображает элементы, которые вы в Rode написали. В Rode получаете там первое, второе, третье, то в Bifo у вас автоматически сваливается первое, второе, третье. Ну, как зеркало. Отличен только Bifo request, который еще у него первое есть метод. То есть, он еще знает, у него первым аргументом передается метод, ну, на который пришло, как вы поняли, вы еще можете проанализировать. Это тоже как-то удобно и приятно. То же самое касается статик метода. В Bifo, который мы сделали за этих метод, там тоже он автоматически подхватывается, автоматически пропихивает туда нужные и нужные аргументы, и просто вы уже имеете доступ ко всем, ну, какие аргументы я имею в виду, сейчас поясню. там. Извините. Извините. Вот эти аргументы. А автоматически они сразу видны в Bifo. Как поняли? Вот. Ну, такие же причины в них. То есть, это очень удобно, но если цена была сделана, чтобы данные можно было классно получать, я она. Ну, в принципе, все, я не знаю, что еще рассказать. На такой классе есть подход, очень удобен для построения приложений, для RESTful очень удобен. И вообще, не знаю, мне, ну, мне очень нравится, потому что очень нанитивно, очень понятно, читательно. То есть, самый большой плюс его, то, что очень хорошо, что читается код. Я был реально, что этот проект открыли. Да, правда, эти Bifo уже на Леперной, которые, ну, не в классическом классе. Ну, это крайне легко читается, и можно прямо отследить вообще процесс выполнения. То есть, я открываю Vue, мне нужно буквально там минуту, чтобы понять, что выполняется, кто за кем. Ну, я даже внутри код Vue читаю, но я просто его сверну, вы поняли, в PyCharm'е, по строчкам. Я уже примерно знаю, кто за кем и как выполняется. Все, мне нужно минуты. То есть, это очень удобно. Вот. Мне надо залазить во Vue какую-то, смотреть там лапшу, что у нас здесь данные получаются, здесь данные валидированы, здесь еще что-то, здесь что-то, здесь что-то, здесь что-то. О-о-о. А тут уже вот этот шип там произошел. То есть, вам не надо там крутить ее, там листать эту Vue, на страницу не влезать, или еще что-то. То есть, идея этот декоратор только за что, не разворачиваешь PyCharm? Нет. Ну, вообще, на самом деле, просто, не, не только для этого. Он позволяет вам разваливаться. Идея декоратора заключается в том, что у вас позволяется одни и те же Vue, ну, before, вызываться для разных этих, без переписывания. Ты же показался, стадик класс, стадик метод. Стадик метод, у тебя внутри не видно получается. Так у тебя четко, у тебя... PyCharmel можно отключить сворачивание. То есть, получается удобно просто. Вы открываете когда Vue сразу, сразу видите, кто перед ней вызвался. Мало того, если они там несколько... Ну, у вас, может, одна Vue, а перед ней хоть один минут вызван и второй, а перед третьей может быть второй и третий, а перед четвертой может быть первый вообще только. Вы поняли? Они у вас точно вверху только доступы, а тут вы просто, ну, выпрашиваете вот этих вот доступов, выпрашиваете информацию, чтобы вашу Vue выполнить. Все, вот, как-то вот такая вот. А если несколько бафонов вешивать? Нет, вообще дровешивайте. А в каком порядке? Ну, снаружи внутри. Снаружи внутри. Сначала снаружи внутри, а потом снаружи внутри. А before, когда наполняется, он в антюху... Не пробрасывай, через G. Через G. Мы делали, чтобы, если очень будет желание, я сделаю специально для... Flux NoG, ну, Flux NoG. И сделаю, чтобы через G просто через дату. То есть, вы тогда действительно что-то любите писать. Сейчас, сейчас, одну секунду, one second. То есть, вы должны будете пользоваться, а? Нет, моя идея, что там вот... В before можно сделать уже... Можно. Нет, там не совсем. Классическом нельзя. Там нужно напиливать чуть-чуть. Мы напиливали. Ну, допустим, что я хотел... Ну, вот, допустим, у вас здесь, допустим, будет не self просто, а self-data. И эта штука будет в before явно в дату пробраться, это данные, которые она здесь получила. То есть, то, что мы return из before, а там вместе сложится в дату, в словарь, и выплюнится вот сюда, вы понимаете? По истории из PyTesla, как сейчас... Подожди, а ты жадил, что то, что в before ретюрнется, но автоматом уже... Да, мы теряем такую возможность из-за этого. Это тоже одна из причин, почему это был отказ. Потому что иногда бывает у нас такая ситуация, что мы из базы что-то получаем, и явно видим, что ну нету этих данных, ну явно. На фига выполнять вьюгу там, что-то там субмитить или что-то делать. Ну, return, да. Return набор 404 и гуляйте вайса. Ну, то есть. Не return нить, а raise. А? Ну, raise-ить какую-нибудь. Можно попробовать? На самом деле, жюри Зачи такой нет, честно. Можем обсуждать, да? Тем более жюри, опять же, этот проект, ну, на самом деле, вот, сама идея класса, которую мы реализовали, она уже изменила столько, столько вещей, там столько было идей безумных. Безумная вот идея была, то, что товарищ потупил, давайте подчеркивание сделаем и забьем болт. Или, допустим, еще была ключей идея, товарищ, вот эти функции, те, которые before, за место before просто два подчеркивания. То же самое имя, допустим, first, два подчеркивания first, и она выполнялась. Нечитаемо, честно. Удобно, красиво, да, канонично, но не читаемо. Ну, не читаемо. Задача же, чем является класс? Читается легко, ребят. Самый большой плюс в моей классе, я очень быстро с положением работаю, у меня нет проблем, когда и пишется ремонт, кстати. Ну, плюс, опять же, позволяет вам еще один базовую логику, то есть еще один вот такой слой логики создать. Там, где у вас эти классы находятся, вы можете высмыкивать в блупринке, формировать какую-то сбойку и потом подключать его к КПП. Здесь следующий вы сформировали, подключили, следующий. То есть вот такой, как конвейер, получается, красивый. Это очень удобно и красиво. То есть у вас есть классика, ну, а того, что в классе, чем хорош? Это реальный класс, живой, объект. Взяли метод, выбили какой-то, переопределили, взяли, наследовали, переопределили метод, брали за этих метод, поменяли бутылой. В основной класс работает отлично. Взяли, там, астракт написали, астракт на фабрике, ну понятно. У вас какой-то метод обязательный. Все остальные должны его... То есть просто живой класс, вот как он едет, я не знаю, проще. На самом деле, это всё грязный хак, который внутри делает, даже говорю, я дурай урол обыкновенный. Вот, обыкновенный, то есть он не делает ничего внутри, на самом деле. Там 150 строк кода. Вот. Но это такой удобный хак, что я говорю, ну, я не знаю, мне очень нравится. То есть я начал писать такую штуку для Асин Кайо, но я чувствую... Опять Асин Кайо, извините. Но я чувствую, я не скоро закончу, потому что полгода такой же, не сыпать некому. А где Асин Кайо? Для АСин Кайо? Ну конечно. Траверсел есть, тут я. А в Таю, как-то вообще не пофиншу. Хотя Асин Кайо не я придал, много работы. Ну, Асин Кайо, но Асин Кайо, но Асин Кайо, Траверсел уже сделал, Саша Залезня. Осталось ли мне подтянуться с Асин Кайо, чтобы вообще быть экономичным. Так он вообще, вроде, постоянно использует Асин Кайо? Да, да. У меня очень сильно есть проекты на фласке. Вот, я понимаю, что для вас это шок, конечно. Вы ночью будете спать, но я верю, что вы все это переживете, и после похода забиться, и будет все в порядке. Ну, и там что-то, по-моему, я не знаю. Не, ребят, если честно, да, на самом деле, это очень простая вещь. Просто попробуйте. Трай, просто попробуйте. Может пойти, может не пойти, но вам никто по рукам это видит, ну, для своих каких-то проектов. Не знаю, там, пришла девушка ваша, говорит, что вот, смотри, а я сделала такой вот, афонографировала вот, кубки жуков, да, то есть она, разные цвета, попок, разные жуки, да. То есть мне хочется сделать какой-то красивый сайт, где можно было там по разным жукам, но мне их не попки. Без проблем. То есть попробуйте классик. Просто попробуйте, трай. Просто попробуйте. Это очень классная вещь, очень удобная, и я же говорю, может просто не пойти, не понравится. Привыкли мы к этому, к этим регрессам, да, в джанде, вы там не можете без них. Мы так говорим, нет регресс, у вас как шик будет, черт, оно не будет работать. Ну, тогда вам классик не нужно, я вообще фласку не буду. Я... Комментарий. Вообще во всем докладе и из моего опыта использования фласка, то есть вот поставили, ну тут можно переделать, а тут написать так, а тут переделать то есть... Суть в том, что вот это как с эмаксом шутка, то есть как бы в эмаксе можно сконфигурировать все, и черт побери, вы будете конфигурировать все. То же самое во фласке. Во фласке можно написать много всего, и вы обязательно будете дописывать кучу всего просто. Вот и в классе вы будете дописывать. А если обойди так, ну можно обойди так, и тут все получится. То есть вот там куча календарь, т.е. здесь, красные дни, я понял, как в логике я понял. Смотрите, я скажу таким образом. Я благополучно закончил работать в джанго, один прекрасный момент, ну там понятно, что я знал, что алхимия, я сразу понял, что джанра для меня уже закончилась. А второй нюанс, когда закончил джанго, это был один три какая-то вещи, оно у меня благополучно, я ЛФС допилил у человека, чтобы побыстрее Там не за деньги, там вообще там была услуга за услугу. И я говорил, что у меня на 137 вообще упало всё. На самом деле там не МФС упало, там типа или КАНТРИС упало. Я открываю код джанг, я клянусь, это я даю слово. Там написано было, заглушка написана, сделаю потом. И я понял, что при всём моём уважении к супер этому классному фреймворку, сделаем потом, но не подходит мне. Поэтому мой подход следующий. Я лучше час потрачу на пилюшку новое, чем буду сидеть долбаться в этом говнокоде джанговском, честно, и разбираться, почему оно так не работает. Это всё лазит, это 200 раз. Допустим, пример построить. Погенейшн. Этот Армин предложил погенейшн. Это шлаг вообще. Я погенейшн отберил за два часа, который раз в восемь лучше, ещё даже из базы можно выключить, из базы даже подтягивать данные. Сразу автоматом просто передаёшь. Ну курсор передаёшь, он подтягивает. То есть это не проблема. Нормально программисты написали какой-то модуль, очень сложный модуль, да, ребята. Деньги, все мы хотим кушать и спать хотим иногда, хотя бы раз в месяц. Нормально, 8 часов, да. Но для большой части программистов написать какой-то небольшой кусочек кодов, ну, это не является проблемой вообще-то. К тому же это даже на флас очень хорошо покрыт. Да джанг ему далеко, да. Но при этом люди пишут на пирамиде, ребята, которые вообще не видали. Вообще. Наполеонс умер год назад. У меня вообще не торит код. Я это реально видел. Понимаете? Поэтому, понимаете? То есть, я видел недавно проект, живой проект, на Бодли, да. О свиданиях на Бодли. На Бодли видел. Это же надо было только выпить. Я не знаю, я не пьющий вообще, куда почв печень отвалится. На Бодли писали. Поэтому, еще раз говорю, на самом деле, покрыть для почв есть задач, классических задач. Фласк покрыт очень хорошо. Это не та проблема, которая была в области. Под чем? Ну, модулями, решениями некоторыми. То же самое, даже, мало того, чем мне еще нравится фласк? Тем, что, допустим, у вас есть, вот, погодите, можете это использовать, можете это, ну, пример простой. Вот, допустим, джангл у вас, да, там, джангл форт. Так это же проблема фласка, что ты можешь... Какие проблемы? Это проблема фласка в продакшн, где-то там, в среде. А добавить потом, наступать. Ты можешь искать засед, а можешь искать засед. А мы уже. Смотрите, ты приходишь в класс проект, и там могут жить любые единороги. Ты приходишь в жанр проект, у тебя все струненько, везде помутанным по полочкам. В любой жанр проект. Да, я обновляю, чтобы перестать работать. Я понял. А смысл следующий, смотрите, смотрите, вы тоже говорите, для кого это проблема? Ну, опять же, есть зависимость, есть к этому всему документация. Значит, проблема. По большому счету, если мы говорим так, то, ну, как бы, линь тоже очень слабо там задокументирована, мы все уюзаем, да? Ну, опять же, смысл следующий, смотрите, когда вам дают свободу. Есть люди, которые любят свободу, есть люди, которые любят по шаблону, как фигачить, есть люди, которые любят свободу. Допустим, меня в джанге раздражало, меня раздражают все тексты. Ну, why? Почему это раздражает вообще? Это уроз вообще, ямно какой-то. Or else why? Все, ну, как бы, я честно вам скажу, мне очень много вещей раздражают. И просто у меня нет свободы, я не могу сделать это. Допустим, у меня есть форм с джанга формс, и все, и все. А я хочу, пожалуйста, трафарет, а ты мне надо валидацию. Да ну можно, надо все прикручивать. Нет, надо прикручивать же, это уже больно. Так, а в Латваске, что ты тоже все уберешь и уберешь? Нет, если явные объекты имеешь, которые ты можешь реконфигурировать, а послешь нам в джанге, ты делаешь так через сеттинги, там какие-то настройки делаешь, ну давайте честно. А могу конфигировать все что угодно. Нет, не совсем, вы не можете целый объект получить. Нормальный, и нормальный всего сказать. Ну-ка. Объект час. Нет, у меня еще вопрос. Приложение. А вот, ну, я как бы, ну тоже буду экспериментировать, хотя на шампе, на джанге последний, в свирсе 0.97, например, осталось. Вот. А вот, да, да, то есть, до сих пор очень много проектов, я в основном разработчик, я думаю, что это так, параллельно. А, ну, вопрос такой, то есть, но класс, какой-то вопрос вам не понравится, но вот, не понравится. А вы смотрели другие, если вот, допустим, наши прайсы там, видела, очень интересный, кстати, этот подход. И там Троутин, очень по-разному, лично визуал, а вариантом масса. На самом деле, если бы я, допустим, менял, допустим, флаг на штопов, я не скажу, конечно, не мял его на жанру, потому что, понятно? Или маленькая зала, да? Я бы менял его на пирамиду, честно скажу. Либо асинкаюк. Сейчас уже асинкаюк, как я сказал, уже начинается. Балькон есть, а? Балькон есть, мафель есть. Ну, я имею в виду, давайте вот так, давайте. Но реально, я бы либо асинкаюк использовал, либо пирамиду. Ну, честно, все остальное, все, что я смотрел, я не знаю, что это про х, но я не смотрел. А когда асинкаюк слушал асинкаюк, ты не понимаешь? Ну, не только. Ну, почему асинкаюк как-то? Ну, можно мафель, я уже мафель подергал. Ну, неплохая штука, которая такая немножко космическая. Ну, в принципе, можно. Мафель это. Мафель. Один разработчик асинкаюк написал себе фреймёр. Мафель называется. Почему он по скорости? Примерно как асинкаюк. И нет такого дебильного yield from, ну, старых версий. Когда я еще смотрел, тогда еще не было этого асиндеф, асинформ, всего этого сахара. Там было только вот, ну, все было по-взрослому. Везде yield from, yield from, yield from, yield from. А вот в мафель этого не было, и он, в принципе, работал как асинкаюк. То есть, в принципе, интересное было решение. То есть, я его подергал, ну, интересно. Просто не было проектов, асинфронный код конкретного, а интеллижный. Поэтому подергался было. Либо будет, допустим, под гаджет. Зависит от сложности проекта. Либо для того, у вас там 50 человек тусуются, но они все там, допустим, билет ходят, то, конечно же лучше, чтобы это было как-то канонично. Чтобы это было там набор модулей, или решение там, допустим, там тимлид будет, или те-клид какой-то, да? Или там набор тимлидов, тимлидов, которые это все примерно приняли, и вот все поэтому в этом ключе все эпидоре. То есть, ну, реально. Это классно. Это удобно, это быстрее получается. Прежде всего, когда у вас небольшие проекты, уже немножко нестандартные, ну, мне честно говоря, звукручивания рук, что вот тут есть только такой модуль. Ну, вот пример простой. Когда я заканчивал на 1.3.7 в джангу, я считаю, плюс 0.9, все-все активно писали, включите в джангу джинджи. Когда она появилась в 1.7, ну, это труп просто такой, она еле-еле развивается, ее только попалкивает, знаете кто-то. Это на самом деле проект, это большая проблема того, любого решения, которое все из коробки. Потому что он очень инерционный. Чтобы это все потом подтянуть, включить, такие усилия податки, колоссальные. Я их тоже понимаю абсолютно. Но это больно для меня. Джинджи... Она не назначена для того, что у нее что-то включать. Вот, это, допустим, неприятно. Потому что, допустим, сравнить, допустим, фласковскую, джинджи, шаблонизаторы, шаблонизаторы с джангей, ну, это, давайте, ребят, ну, это небо и земля. Вообще небо и земля. Прости, пожалуйста, там с 0 какой-то джинджи, у них уже макросы были, у джанги до сих пор их нет. Я прошу, конечно, прощения, ну, это каменный век там вообще. Динозавры бегают там, да? Ну, реально. Ну, я прохожу... Ну, что вообще, шаблонизаторы, это каменный век. Ну, я знаю. Хорошо, алхимия, давайте. Купер тропорки, давайте. Приводите мне пример. А мы уже скучно накидать примеров. Нет алхимии в джангей. Все приключены, это костыли, ребят. Вы решайте с половины батареек. Такой план, 90% только все отвалит. Ну, раз у вас холивар начался, подождеваться. Все, алхимия, после работы с алхимией я очень много ребят просто базы писал. Базы там для разных там компаний, ну, связанные там, даже для ИСКО писал, ну, не важно. Вот, люди, которые в 1С разочаровались, решили, что не за что свое, чаще всего ко мне обращались. Ну, из моих знакомых. Я же говорю, я вообще работал долго с джангой Ормом. Когда мне сказали на конференции, на коленадеевкомфе, сказали, ты что, ну, есть же алхимия. Я открыл алхимию, и я понял, что у меня тут по-казачили два года. Именно у него упали. Пардон, на меня именно казачили. Вы давали это за Ормом. Ну, честно. Нет. Ну, нет. У меня есть проект, я был когда в город первый раз. У меня в проекте есть, там, как в Сулогласску приходит джанговский Орм. Я могу его найти, правда. Он там под паролем, чтобы меня пока люди не увидели. Дальше. У меня есть даже привычки. Знаете, что я первым делом сделаю? Смотрите, вот у меня товарищ есть, я не буду говорить кто, не буду просто колеба разводить. У меня следующее правило. Этот человек работал больше двух лет в джанг, и он не берет его на работу. Знаете почему? У него есть такая фраза. Он говорит, когда нас спросил, он говорит, ну нормально же, есть ребята, которые там, ну, разные технологии. Он говорит, когда человек работал на джанге, он предстоит писать на бетоне, он начинает писать на джанге. То есть, ну, есть такая, в Сулогласске есть такая болячка. Она есть. Но человек стоит по-другому мыслить. То есть, это первый нюанс. Нюанс второй, что, допустим, то же самое, что мы джанга берем, именно в чистом виде, то там просто очень много, как сказать, таких вещей, которые далеко не самые красивые. И вы не знаете альтернативы. У вас их нет. Вы не можете их поменять, вы не можете их перенастроить. У вас нет их. Вот у вас есть такая альтернатива. Вот вы, вы работаете с УРЛ, да, в УРЛ, есть еще какие-то приходите? Нет. Их можно реализовать? Нет. А зачем? А зачем? Потому что это был выбор. Здесь есть люди, которые любят выбор, а здесь, которые не любят. А не выбор, а выход. Вы... Как же без маты сказать? Я хочу внести предложение, находясь наших альтерских следующих встреч, подготовить еще раз сравнительные характеристики разных периодов. Потому что, экспериментизм... Они есть, кстати, они есть, ребята. Знакомый критерий. Я снова счастлив. Неотвеченное предложение был такой ивент, мы делали... Неверпай был, джанго, пласт, пирамида, кажется, или что-то. Ну и пирамиды, но я смотрел. Перейдя уже есть. Есть, мало того, есть даже не последнее исследование, ребята, парень, который Маффин написал, он такой большой, достаточно работы провел. Там немножко синтетические есть тесты, но они, в принципе, все очень красиво укладываются. Да, и там он прямо тестировал на разных там случаях. Они есть в сети, можете посмотреть. Мы там больше 15 фреймфорков сравнили. Ну да, потому что фреймфорки пишут, потому что люди устают, отставлю. То есть хочется чего-то... Не-не, вот пожалуйста, у нас есть те, которые не устают. Зачем устают? Не надо уставать, все нормально, а вы не писать, как дедушки писали с бабушкой. Нет, на самом деле, еще раз просто, просто попробуйте. Это расширит ваша... У вас не получится, не понравится все, но это все равно расширит ваше сознание. У меня не нужно, что на них терпеть, а по-другому я. Да я просто, с точки зрения бизнеса, у меня волосы шевелятся. Попробуйте что-нибудь, у вас не получится. Хлёв! Нет, я же сказал, что не вносите. С точки зрения продакшен ради платформы, технологии, ну какой флаз? То есть у вас попробуйте связано только с продакшеном, только с живым проектом. Да. Я, с точки зрения бизнеса, решаю задачи... Я верю охотному, а у меня задачи задания приложений, не признаются. Не сама цель технологии пощупать. Если вы хотите за счет клиента щупать технологии, ну да, вы хипсер, мальчик с моторчиком, вперед! тратить чужие бабки. Чужое бабло. У вас, получается, у вас ситуация такая, что у вас все написание приложения ограничено только вашей работой. Вы пришли на работу, написали и ушли. То есть галочку поставили, и сдача выполнена. На самом деле это деградация, это не развитие. Потому что в данном случае у вас просто есть наоборот с разных инструментов, да, мы немножко их совершенствуем, но это деградация. Как говорят классическое, допустим, взять, допустим, от того же макалерия почитать? Одного язык учить не надо, на два-три-четыре языка, изучай, там разные подходы, там разные решения, они вам пласят механизмом помогать. Вы помните, даже какая-то статья была очень серьезная, уважаемый человек, он единственную статью в жизни написал. Он написал секрет, как они там все решения вообще первые выкатывали. необычные, там самые-самые такие наваляты. Уточный найти, где такие выгрузкают, там надо. И вот написал, самый ключевой вопрос, знаете, я изучаю, пытаясь на новые языки. Все, единственная фраза, которая вообще на этой статье для меня много принесла. Пробуйте другие механизмы. Не надо, например, пробовать его брать, там, кровь из носа, там, на проекте, там, клиент уже орет, у него истерика, уже там, через два часа все должно работать, а вы начинаете экспериментировать, модули менять. Это понятно, это вдоль. Допустим, он работает, но он работает не на моментах. Потому что, когда пишешь что-то для себя, все работает, вы написали новый блог, новый класс, какое-то там предложение, все зашибись. Когда приходят клиент, говорит, а теперь к этому бот еще кто-то пригодит? Ну, пока справлялись. Ну, без жуткой боли, но пока справлялись. Ну, не пока справлялись. То есть наступает какой-то момент, когда, как бы, вот, замечательно, пласки тебе там, реализуете сейчас вот это, и ты знаешь, в джангле у тебя была там, либо функция из коробки, либо какая-то готовая батарейка. Идет такой же момент, и в джангле приходит. Нет, когда ты двумя строчками включаешь, и теперь все зашибись. А у нас, и через боль, слезы и кровь, ты как бы должен это писать с нуля. Да, то же самое и в джангле. Тоже, в такие моменты ты посадишься, думаешь, твою мать, приехали, плыли, пока не было челла, совсем ровный код, как джанг? Ой, да, никак-то никак. Так что джангле все может? Нет. То же самое и классно. Есть новое решение, опять же. Под свой это бы... Нет, это можно даже говорить, номер долг, но опять же, это идея подхода. Если, опять же, если идея... Я, на самом деле, я джангле использую никогда, честно скажу. Да я его ненавижу, я понимаю, что оно нужно, и когда его люди используют, я тоже понимаю. Я этому даже очень рад. Вот. Потому что, ну как тебе сказать, ну потому что, проще всего, ну, ну, блин, на самом деле, в джангле тоже есть классные вещи, интересные решения, я не буду обманывать, да? Вы просто вынимаете, может, когда вы писали сейчас. Я, как бы, писал на джангле, я не просто писал на джангле... Эм, мне надо джангле больше, но когда я пишу на джангле, я пишу, вот, веб-доложене. Когда я пишу на джангле, я как пишу выбор. Нет! Ну, это просто раз будет. Понят. Понят. Едино вас. На самом деле, я когда ты писал в пасянингле? Давайте почесть. Да, да. Ну вот так ну, о чем мы говорим? Я когда на джангле писал тоже, Когда релиз фласка был последний? Понедельник был. Ну давайте так, если мы говорим про релиз фласка, то фласка через релиз делается больше, чем если джанго вместе взят один релиз. Поэтому спорно. Можно тоже каждую неделю релиз искать, при этом добавлять одну переменную, одну окружение. Коренное изменение джанго в моем случае произвела, ну я не знаю. Я на 1.37 закончил, недавно открыл, ну там был проект, можно было заработать, откровенно. А открыл один... Таки на джанго пишешь? Нет, 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 нет. Открыл и закрыл, не, клянусь. Я просто здесь довольно интересно, до чему они дошли. Ну допустим, мы просто. Да. Да. Я, конечно, на фласке последнего года болтая два почти не наклеил. Вот в замке, ну, с обретенной замке, если бы я вот так. Вот, конечно, в поле сегодня есть, но они не задаются, но не для всего. Поэтому бывают такие случаи, что это новая версия. И для обретенной положения, если вы используете это, то напишите вот так вот. В таких случаях обычно единицы, но не бывает. Во фласке, да. Вообще, во фласке он вообще поддерживает. Хочешь так, а хочешь так. Нет, нет, нет. Фласк, фласк, на самом деле. Ну, как Армин делает хитрофласк. Фласк апдейт. Он просто его расширяет и все. На самом деле все, что работает, оно работает дальше, это поддерживает. Я на самом деле есть противовоскучие, я там пару раз сталкивался, когда реально была проблема. Серьезная была проблема. А? Ну, в самом деле тоже так, два раза апдейт он приведет. Ну, нет, я имею в виду, что тут тоже не проблема, на самом деле. Опять же, вот мы говорим, знаете, вот вы говорите, я там пользу с фласком три, его назовем два. Я вообще, когда я видел фласк, когда его Армин, наверное, еще на листике писал, говно полное. Ну, то есть, ну давайте реакцию. Как сейчас фласк с апдейтом? Ну, отлично, с апдейтом проблем нету. И к тому же, к нему очень большое количество таких модулей. Ну, ну, не, ну, опять же, ну, это разные философии. Мы будем спорить о разных вещах. То есть, кому-то нравится просто, когда оно канонично, все красиво, все как по шаблону сделано. И все знают об этом, все это правильно, и можно у кого-то спросить. Кому-то нравится копаться. То есть, ну, это же две вещи, они разные, их нельзя обсуждать. Ну, это как? Вот, допустим, Ваня любит ездить на велосипеде, я говорю, молодцы, взлетать, как дурак, там уже два раза пился. Я же не буду, Ваня писать, он говорит, что он будет срочно спортбайк, а со мной вместе нужно развалиться. Это же неправильно, да? Вот, давай они, когда я заставить меня на набелик сидеть педалировать, когда у меня есть ручка ваза, которая там за 200 уходит. Ну, то есть, это разные просто подходы. Потому что там есть Жанна и Флакс, когда бессмысленно спорить. Ну, то есть... Ладно, давайте будем понимать в финале, действительно. Ну, прикольный подход. То есть, вопрос, если есть, давайте одну точку по теме, и с ним давайте не надо. Есть вопросы? Есть возможность вообще кодриклюдить вас там, Жанна? А, Крампута, по пласту не знаю, не знаю. И что такое кодриклюдить, тебе поясните. Ну, ну, кодриквест поцеловать. А, да, конечно, он делает, да. Да, не проблема. Ну, почему бы вам в этих не сомляться? В смысле? Ну, вот, что-то вам не нравится. Да, 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 да. Да, 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 да. Кривок это принял, комьюнити принял, а все хорошо. Да, ну, не кодриквок. Проблема в том, что мне все нравится. Хахахаха. Кроме Векта-Джи. Ну, мы и сами перебили. На самом деле, Армин крайне специфическая личность. То есть, не гонорация жизни сталкивает, его с Ванем сталкивает. Кивает, да. Этот чувак, такого человека, свой мир собственный. Он не большой, конечно, мир, но собственный, понимаете. Поэтому Армин, он может сказать, да, 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 там, упопляться, а меня не поцеловать. Да, ну, через месяц ты куда-то обстрал свою параллельную вселенную. То есть, пойду. То есть, в этой армии кто-то мейнтейнит фласс или нет? Я понимаю, да. То же самое вот этот, если не ошибаюсь, превышен тоже мейнтейнт. То есть, у них есть права на него? Ну, наверное, да. В общем, он говорил, что мейнтейнт. Надо, в общем, уточнить у него. Может, я что-то. Ну, в общем, он говорил. Ну, Миша, понял. Ну, который трафарет написал, который Бенстал написал. А, вы думаете, тоже такой пример? Извините, короткий, вот, допустим. Вот фласс, да, допустим, там, вот магазин. Вон у нас шаблоны, да, есть. Нравится, там, шаблоны. Вот у фласски, на самом деле, существует 4 способа шаблозирования. 4 шаблоза. Ну, я не говорю, что каменный век, но я имею это просто. Да потому что, если уже появился, ребят, и Миша Кривыч, но ты, наверное, на перелопе остался. То есть, очень удобная штука, где можете попробовать фласс. То есть, у вас есть механизм, вы можете выбрать технологичность, ребят. Можете выбрать и попробовать. Ну, то есть, да, это для больших проектов, для которых там по факту срокам все жутко выглядит, сроков всего не хватает, да, это зло. Ну, реально, это зло, честно. Ну, я понимаю, это прекрасно. Когда у вас жесткие стоят сроки, жесткий депо, и у вас там плен такой, что он может приехать там с ребятами и потом отметелить по конторам. В этом случае, конечно, лучше не рисковать. Ну, со временем ни с чем. А просто, если же у вас есть задача такая, есть возможность, есть время, ну... А вот еще, ты постоянно говоришь, мы это переписали так, переписали сяк, то есть, мы это вот на себя переписывали. А это вообще, мы постоянно это релизили, не релизили? Как-то вот... На самом деле, мы переписывали так, что она работала и старая. То есть, мы просто магнит старым использовали новое. У нас был один страшный пресс. Полный обратный совместитель. Да, да, да. В классе мы переписывали с полной обратной совместительностью. Вот что, before request работал стандартно, before app row, что работала обычная наша, да, before, все это конкретно работает. Мало того, что мы еще подпилили его, я запушил его в этот... в Flask классе конкретный. Ну, до того, как я начал перепиливать. И еще там этот баг был связан, что с этих методами перестали работать. То есть, там, по-другому он сделал, такой парень. Я забыл помидел этот рабочий. Поэтому, не, ну, в принципе, я же... Ну... Хотя, вы знаете, откройте Flask... Flask Extensions. Там тоже такой страниц на 25, уже расширение, которое там лежит. Даже, даже, даже... Даже там уже интерфейс к Monge, только 8 интерфейсов существует. То есть, 8 решений к Monge. Понимаете? Опять же, да, допустим, тот же самый Flask, допустим, Admin, он работает с Monge, отлично. И вот сейчас опять, как бы, берешь и попадаешься. Открывает, допустим, средний middle vacuumer этот список Extensions, и он видит 8 интерфейсов к Monge. Блин, какой выбор вообще, да? Или большой выбор? Нет, так это не есть проблема выбора. Это как совок. Когда ты приходишь, и у тебя есть одни ботинки, да, там, солдатского брата, которые тебе имеют развалия в принципе. Ты их можешь купить. А сейчас ты захочешь, и тебе только раз уходи, 48 равноверности, 12 фейсов. Это и есть проблема выбора. И все плохие в основном. Ну, потому что, кто-то один человек, кто-то сказал, это всё. Желудок! Чувак убирает! Я убираю! Спасибо пацанам! Перекомендую. Убираю чувака. Спасибо! Который там решил свою лично узкую... Жанка уедет! Жанка уедет! Всё, заканчиваем. Я не могу, он убрёт. Не уважал. Он не симпатичный. У меня всё это симпатичный.